По меньшей мере три человека стали жертвами наводнения в Германии. Из-за дождей и обильного таяния снега в разных районах страны вышли из берегов реки. В таких крупных городах, как Кёльн, Франкфурт и Бонн, затоплены набережные и целые улицы. Передвигаться по ним можно только на лодках. Тех, у кого их нет, развозят армейские грузовики и спасатели. Экстренные меры безопасности приняты в соседней Чехии. Там строят заграждения из стали и бетона. Однако уровень воды в Эльбе и в Лтаве уже достиг критических отметок. И продолжает повышаться. Но в Австралии в зоне затопления оказалась территория, превышающая по площади размеры Германии и Франции вместе взятых. На зеленом континенте сильнейшее за полвека наводнение. Мощный тропический шторм и вышедшие из берегов реки смывают целые города. Несколько человек погибли, десятки пропали без вести. Кадры, больше напоминающие фильм-катастрофу, в репортаже Олега Тонконога. Такие кадры снимают те, кому бежать уже некуда. С крыши автомобиля, несущегося по течению куда-то в неизвестность, видна картина, которую австралийцы предпочтут поскорее забыть. В перемешку машины, грузовые и легковые, лодки, вырванные из земли деревья, железные столбы. В некоторых местах вода прибывает со скоростью полтора метра в час. Машина начала внезапно плыть, ее болтало из стороны в сторону, но мы запрыгнули на крышу и поплыли, а потом смогли вернуться домой. В этом центре пока людей мало, эвакуация только началась. Многие, правда, решили не ждать и отправились в другие части страны, к друзьям и родственникам, пока трасса пусть и не едет, но хотя бы не плывет. Хотя уезжать, конечно, согласны не все, поэтому у спасателей хватает работы. Эту группу людей они успели эвакуировать за несколько часов до того, как дом скрылся под бурлящими потоками. Северо-восток Австралии просто смывает водой. Три четверти Квинсленда объявлены зоной стихийного бедствия. Уже пострадали 200 тысяч человек, убытки на миллиарды долларов. Власти даже не пытаются успокоить население. У нас ужасающая, безнадежная ситуация в нескольких регионах. Десять человек точно погибли, но, вероятнее всего, число жертв будет расти очень быстро. Сейчас мы уже знаем, что еще 72 человека пропали без вести. До конца сезона дожди на зеленом континенте еще долгих полтора месяца. А значит, самое страшное может быть еще впереди. Впрочем, бороться со стихийными бедствиями австралийцы, кажется, уже привыкли. В предыдущие десять лет здесь была засуха. А сейчас всего в нескольких сотнях километров от большой воды бушует совсем не маленький огонь. Жители штата Западная Австралия молятся о дожде. Олег Танканок, Вести.